во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым окон разбор выступлений патриарха алексия второго вопрос 2579 в то же время в основах социальной концепции русской православной церкви оговорено право на протест когда и как его можно применить отвечает патриарх алексий второй упомянутый вами документ совершенно недвусмысленно говорит о причине по которой церковь может отказать государству повиновение и призвать верующих к мирному протесту такой причиной является принуждение православных верующих к отступлению от христа и его церкви а также совершению тяжкого греха однако отказ повиновения является крайней мерой оправданы только тогда когда все прочие усилия по обретению взаимопонимания с государством диалог с власть имущими использование верующих механизмов народовластия и так далее будут исчерпаны к тому же призвать пасту к мирному гражданскому неповиновению может только каноническое священно начале церкви конец цитируемого отвечает Игнатий Лапкин когда эти пять пунктов будут пройдены вот тогда патриарх разрешит не выходить на работу еще ни разу церковь не пошла на такой саботаж и даже при антихристе она пойдет иным путем слово тяжкий из контекста речи патриарха грех основная уловка и далее решение должно исходить от бюрократической жирной номенклатуры подкаблучников и в клобуках а нужно было ответить просто и ясно слушайте голос совести и духа святого в священном писании деяния святых апостолов 4 глава 19 стих но петр и он сказали им в ответ судите справа видливо ли пред богом слушать вас более нежели бога первая книга макарейской 2 глава 19 по 24 стихи и отвечал матафия и сказал громким голосом если все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших помилуй нас бог чтобы оставить закон и постановление не послушаем и слов царя чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево когда перестал он говорить эти слова подошел муж иудеянин пред глазами всех чтобы принести по делению царя идольскую жертву на жертвенники который был в мадине увидев это матафия возревновал и затрепетала внутренность его и воспламенилась ярость его по законе и он подбежав убил его при жертвеннике